С наступлением отопительного сезона и резким поднятием цены на природный газ, население всерьез заволновалось, как на такую мизерную зарплату и пенсию обогреть и накормить семью. Судя по количеству и контингенту вышедших 20 ноября на митинг против повышения цены на газ, этот вопрос волнует не только пенсионеров, но и молодежь. Правительство абсолютно не слушает. Они просто как будто живут отдельной жизнью и не понимают, что действительно есть люди, которым не по карману оплачивают такие высокие цены. В прошлом году выходило до 1500, но и не грелись. Так, чуть-чуть. А в этом году с этими ценами я не знаю даже как. Как будем? Вот еще сидим в холоде. За январь месяц составляло 910 лей. Я получила счет-фрактуру на 1212 лей. Я, значит, не могла рассчитаться, расплатиться. Надо было что-то продать, чтобы рассчитаться. Кроме этого, надо было за другие услуги рассчитываться. Хочется бы сказать нашему правительству, что это натуральное издевательство над народом, так как наши зарплаты, стипендии, пенсии совсем не соответствуют ценами на газ. И особенно в эту зиму люди волнуются, как будут платить. Как комментирует один из организаторов митинга, несмотря на важность поднятой ими проблемы, при организации этого мероприятия на их пути возникли некоторые проблемы. У нас сейчас опутались с политическими партиями. Сейчас проводят много митингов и СДП, и ПКРМ. Хочу сказать, что мы не политическая партия, мы не представляем никакие политические силы. Это просто гражданская инициатива, это голос народа, возмущение против этих цен, которые поднялись. Соответственно, это реакция здорового организма. Когда что-то не то в организме, организм начинает проявлять свой иммунитет. Поэтому мы также проявляем свой иммунитет. И это просто инициативная группа, которая организовалась в том, чтобы отставить свои права в доступных ценах на газ. Виталий Манджо, популярный исполнитель эстрадной голливудской музыки, не задумываясь, согласился дать бесплатный концерт. Мотивирует это тем, что это общая проблема, и решать ее нужно совместными усилиями. На самом деле это коснулся меня. Лично меня, лично мою семью. Да и очень многих людей здесь, которые собрались. С нашей стороны надо, наверное, все-таки не молчать и говорить, что на самом деле дороговато. Цены за газ дороговаты. При нынешней зарплате, при такой вот экономике, это дорого нам, нам тяжело так жить. По предварительным прогнозам организаторов, на митинг должно было собраться около 500 человек. Однако резолюционный бланк, который был рассчитан на это количество людей, не хватил для всех желающих зарегистрироваться. Еще неизвестно, каков будет результат этого протеста. Но во всяком случае, люди выразили свое недовольство. Нам же остается следить за реакцией правительства на этот митинг.